Игорь, чё ты делаешь? Стираю. Пришло время делать качественнейший контент. А что делать в случае, если ты абсолютно безталантный пиздук? Стоит просто спи***ть у кого-то талантливого. Мы решили позаимствовать формат небезосвязного блогера Алишера. Мармеларе. Маргинал. Марш... Тей... Тэ? Батрус. Ма... Маршкенэ. Мардинал. Майдады. В данном видео мы не хотим никого оскорбить, унизить или задеть чьих-либо чувств. Мы просто хотим показать, что делать видеоролики топовых блогеров, это изи. Вы, наверное, как часто слышали, что это вроде вот этого. С 20 лет я еб***ь просто как чёрн. Так вот это всё ху***ть. Ладно, давай с думаем хромогейм будем задействовать. Будем. Пошёл нахуй, ты. Давай. Ээээ... Чтобы сделать топовый видос, особых усилий не нужно. Понадобится всего лишь видеозаписывающие устройства. Это может быть шоу, это может быть ваш телефон, профессиональная камера, тапок дырявый, где-то ваше... Шоу? Вот так! Что может записать изображение. Любое звукозаписывающее устройство. Вы можете снять профессионально оборудованную студию, можете взять диктофон на телефоне, радиопетличку. Петличку можете, б***ь, вот записывать звук на обезьяну, как мы это делаем с Аней. Это не надо! Не пойдёт! Попой! Свет. Также необходимый компонент. Б***ь. Ну видишь, Азак? Ну оттеню же. Свет. Ещё один необходимый для съёмки видео элемент. Для того, чтобы заполучить качественный свет, нужно знать две вещи. Во-первых, всем похи. Если у вас будет профессиональный студийный свет, прикольно. Если будет вот такой дерьмо класс, можно купить в любом магазине электронной техники какой-то здоровый светодиодный подсвечивочек лампу. Мы используем самый мощный источник света из доступных. А.К.А. Солнце. Просто перед окном стоишь и взрыв! Слышите. Пожалуйста. Ну и естественно, вам понадобится любая программа для монтажа. Windows Movie Maker, Sony Vegas, например. Есть куча левых программ. Они либо очень дешёвые, либо же вообще бесплатные. Что угодно. Вообще. Пофиг. Как ты сейчас ходишь? Ты же меня сдержался. Да, молодец. Family Friendly Content. Так вот, что угодно, чтобы чисто склеить частички видео, где надо чуть-чуть обрезать вставочки с интернета в сайт. Есть! На 10 миллионов просмотров. И в конце концов, у Николая Соболева видоса прослеживаются периодические диалоги с оператором. Зачем он ему непонятный? Оператор иногда спит. Ну не в смысле ВИЧ. В смысле засыпает. Во время съёмок сам Николай нам об этом говорил в видосах. У меня была, ну, вместо оператора, да, вот эта хрень. Джордж, вот это... Блядь! Сайт, нормально. Тебе нравится? Мне нет. Даже не спр... Не умоляю. Даже не надо меня уговаривать. Ярик! А так, чтобы быть таким же крутым, как неподражаемый Никола Соболевич, вам понадобится боссаная стена и монючий пиличанк. Оу, щит! О, да! Вот это уже делают! А теперь, здравствуйте, самый важный момент нашего ролика. Сюда, смотрите, вот наш агрегат, которым будем работать. Вот это. Это уже было лишнее. Включай. Важнейшим этапом нашего ролика является, собственно говоря, монтаж. Мы монтируем Сони Вегасе, потому что первое, что попалось под руку. Для начала, открываем Сони Вегасе. Тейтси. Берём видос, который мы записали. Николай Соболевич. Он всегда подставляет музыку. По-новая музычка, интернет. По-новая музыка. А ну, потом. Берём. По! Первое, реально попавшееся. Засунуть. Вставлять. Ебануть. Меня зовут Николай Гоголь. И сегодня отлично работаем. Так, фух. Самая сложная часть монтажа у Николая Соболева всегда динамика. А именно. Два главных элемента, которые использует Николай Соболев. Это наезд и отъезд. Как это делается? Ну вот, к примеру, берём мы вот этот фрагмент. Раз. Нажимаем буковку S английскую. Это горячая клавиша для того, чтобы обрезать видеоряд. После этого мы нажимаем вот на... Пэнкроп. 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 Вот такое. Пэнкроп. Пэнкроп. Открываем. Смотрите. Вначале стоит та точка, откуда будет начинаться, что неудивительно наезд. А в конце будет стоять точка, уже куда приедет камера. Зажимаем control и тянем. И оно едет. Это великолепно. Magic. Следующий этап это вставочки, которые Соболев юзает просто all the time. Многие люди считают, что скачать что-то с YouTube невозможно, незаконно и так далее. Но, но, есть одна фишечка. Заходим на YouTube, пишем. Смешные вставки. Ставки. Но не ставки. Блядь, как сейчас поддам, пизда орхидная, не улыбайся. Блядь, как сейчас поддам, вот пиздула. Вот тогда будешь по-другому улыбаться. Берем определенно. Это то, что надо. Итак, самый главный элемент. На английском языке пишем две S. Перед словом YouTube. Что? Зажимаем скачать без остановок. Качество, выбирай. Качество максимальное. Лучше скачем. Что? Тупо магия. Это magic. То есть мы скачали наш фрагмент. А нет, шесть. Раз, два. Зажимаем клавишу control. И теперь тупо пик монтажа самого топового видеоблогера в мире вообще. Когда происходит что-то такое душесчипательное, такое животрепещущее. Ну как это сделать грустным и мрачным? Это тупо сверхсложно. Буква S. И в конце S. Вау. Написано вот прям тут. Написано. Black and white. Как это делать? Окей. Ребята, честно. Это я тупо в шоке. Превосходство. Сокровить. Превосходство. После того, как мы завершили свою работу. Нажимаем render S. Выбираем качество в зависимости от камеры, количество кадров в секунду. В основном, в основном используется качество интернета HD 1080 на 720. 30 кадров в секунду. Это стандартное качество, которое используется для залива на YouTube. Называем. Переименовываем. Со более 10 тысяч миллионов просмотров. И выбираем папочку куда. Рендер. Оу, щит. Amazing. Как только мы зарендерили видос, мы нажимаем... Мы нажимаем Open Folder. То бишь, папочку открываем, где этот видосик. И вот он тут прям выделен. Клятся им два раза на него. Всем привет. Меня зовут Николай. Он работает прям так, как мы его смотивировали только что. Это всё. На месте, которые я не вошёл. На вестики? Да, естественно. Вставочка смешная. Что бы мы могли... Да, кто бы мог бы... Что это всё, потому что... Пять, где ты не пришла. У Михаила Исович. Да какая разница, если кто-то захочет сделать серьезное видео, он просто возьмет серьезный текст и серьезную музыку, такую прям из Титаника, прям, чтобы аж, а, как за душу цепляло, а мы, люди, не серьезные. Всем привет, меня зовут Николай Оголь, и сегодня у нас на повестке дня есть три просто невероятных события, которые я не мог пройти стороной. Кто бы мог подумать, что буквально за пару дней до моего возвращения выйдет вот так. Николай Соболев, признанный виновным в изнасиловании, Сергей Семенов вышел на свободу. Это же просто Шуригина, да, Семенов, их мать, и все вот так вместе, и, ребята, Шуригина очень плохая, очень плохая, Семенов, Семенов хороший, я тоже, ставьте лайк. Вторая новость на сегодня. Синий кит. Дети по всей стране ловят котов и разукрашивают их в синий колер. Зачем они это делают? Что ты за х***ю несешь? Какие коты? Синий кит это пропаганда, которая провоцирует людей, в особенности маленьких детей, суициднуться. Суициднуться? Да, суицид. Да. Зачем? Я... Тогда самоубийство это плохо. Остановимся, Никит. Не надо, пожалуйста, не делайте этого. Самоубийство нехорошо. Родители, они же куда смотрят, да, то есть, ваш ребенок берет нож, начинает резать себе вены поперек. Зачем? Вдоль надо резать, а не, не то. Зачем? К чему самоубиваться? Когда можно просто получать... Деньги. Кстати, о деньгах. Короче, я тебе сейчас расскажу, это не реклама. Это, ну, то есть, как бы, мне заплатили за это, и я расскажу, но это не реклама. Это просто очень классная вещь. Протезы. Руки. На функциональный, абсолютно безопасный протез руки, который поможет вам в драках. А также, по промокоду, который, ссылка, в описании, вы получите скидку и протез на ноги. Не, не, это же не реклама. Это реклама протеза. Протез нормально, а рекл... Все, прорекламировали. Рэп-баттли, нынче, очень популярный в России. И вот, смотря некоторые из них, я задаюсь вопросом. А какого хрена? Честно, страшно. Очень страшно. Вот, например, рэпер Птаха баттлится с Гуфом. О, бись. Четко. Как по мне, рэпер Гуф реально опозорился. К чему вообще? Не, не, не. Это Птаха опозорился. Птаха, конечно. Птаха, посмотрите, вот реально, я смотрел, Птаха, он как бы, не рифм, не панч. Я вообще разбираюсь. Мой любимый рэпер это Элтон Джон и Баттл Рэпер. Ну можно быть, нормальный дубчик? Мой любимый баттл рэпер это Элвис Пресли. Он когда вот это, ну, ногами, я реально баттл, то есть, Конор Макгрэм. Рэп вообще, рэп круто. Популярный будет рок-круто рок. Меня зовут Николай Соболин. С 20 лет я еб***ил как чёрт. Просто каждый день искал смешные вставочки. Стоял, говорил. Вы не представляете, как это сложно. Поэтому ставь лайк, подписывайся по колокольчикам. Хуй б***ь. Бей, нажми просто, не бей. Если вам кто-то не нравится, он плохой, нравится, хороший. Я как вы. А вы как ты. Только мы не едим. Ваши кумиры не стоят ни капли. Ведь здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас вам не нужно...